Их задача охранять общество, но часто они сами становятся жертвами. В этом году по статистике Управления внутренних дел по краю на полицейских совершено 22 нападения. И уже два за этот месяц. Как часто полицейские становятся потерпевшими в нашем сюжете? Когда в отдел полиции поступил вызов о бытовой ссоре, участковый Константин Баранов и не подозревал, что может оказаться в больнице. Изрядно выпивший мужчина, который угрожал убийством своей супруги в поселке Атамановка, агрессивно встретил и сотрудника полиции. Нанес мне порядка трех ударов кулаком, в руке у него находился металлический предмет, в результате чего я получил телесные повреждения, был госпитализирован в первой городской больнице. Другой случай мог закончиться более трагично. Именно здесь, на пересечении улиц Амурская и Журавлева, в середине лета, произошло покушение на жизнь сотрудника ДПС, который выполнял свои должностные обязанности. Анатолий Орлов уже который месяц передвигается только таким образом. 13 июля 2012 года он дежурил с напарником. В ночное время попытался задержать пьяного за рулем. Водитель Тойоты направил свой автомобиль на помешавшего ему сотрудника. Получается, когда он совершил на меня наезд, я сгруппировался, раздавил мне ногу, меня ударило об его автомашину и отбросил на несколько метров в сторону, на газон, на кусты. Оттуда выскочили несколько человек из автомашины Тойота Марк 2. Один из пассажиров с заднего сидения подбежал с криком, что мусора нужно добить. Так, моего напарника они, очевидно, сразу не заметили. После того, как напарник стал задерживать водителя, который попытался скрыться, выбежав из автомашины, они стали, то есть пассажиры стали отбивать водителя. В этот момент проезжал мимо экипаж вневедомственной охраны, который оказал содействие при задержании. В результате реанимации две перенесенных операции и предстоящая врачебная комиссия. И эти случаи далеко не единичны. Как правило, активно угрожают и применяют насилие в отношении сотрудников лица в алкогольном опьянении, а таких не пугает уголовная ответственность и серьезная санкция. Однако по каждому факту при наличии оснований возбуждается уголовное дело. В соответствии с Уголовным процессуальным кодексом расследование преступлений в отношении представителей правоохранительных органов в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности относятся к последствиям Следственного комитета. За истекший период года нашими сотрудниками расследовалось порядка 50 таких дел. Одно прекращено. Около 40 дел направлено в суд. Напомним, что в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти лишение свободы на срок до 10 лет. Антон Колганов, Дмитрий Денисов, Вести Чита.